Первое, мы не будем рассматривать историю, там есть очень много исторических отсылок, мы их выкидываем для сокращения, иначе мы вообще ничего не успеем. По причине нехватки времени мы также берем и отсеиваем все, что было до Маркса и то, что он рассматривает, анализирует и на что ссылается в своей работе. Мы это тоже отсеиваем, читайте книгу самостоятельно, если есть вопросы, будем обсуждать их на практике. И третий пункт, знаменитая фраза Ленина, что нельзя вполне понять капитал Маркса, особенно первой его главы, не проштудировав логики Гегеля. Очень много диалектических категорий, я их буду выделять, опять же, я их просто буду упоминать в конце, если будут по ним вопросы, задавайте на обсуждение. А теперь мы переходим к первой главе, точнее, там разбивка более сложная, чем на главы. Начинается с первой книги, первая книга начинается с процесса производства капитала. Итак, что такое производство? Всякое производство с точки зрения, прежде всего, экономики, потому что мы разбираем, прежде всего, политэкономию, это присвоение предметов природы в рамках формы общества и посредством нее. Нас вокруг окружают всевозможные природные ресурсы, рыба, лес, уголь, нефть, неважно. Но они сами по себе лежат и ничего не делают, сами по себе они стоимости не имеют. Соответственно, если мы хотим как-нибудь что-нибудь из них сделать, мы их должны взять, изъять, преобразовать и у нас в итоге получается какой-то продукт, тот или иной. Если нужны нам дрова, мы должны спилить дерево. Если нам нужна табуретка, мы это дерево спиливаем, нарезаем, скалачиваем табуретку. То же самое касается всего остального. Это первое же самоопределение в капитале, и там тут же присутствует первая же категория диалектики. В данном случае формы общества, это имеется в виду диалектическая категория. Почему присвоение может быть только в рамках общества? Один человек, конечно, тоже может пойти спилить дерево, сделать из него себе табуретку, но это будет табуретка только для него. А вот если мы хотим сделать какой-то продукт, товар, мы его должны кому-то продать, то есть должен быть кто-то. У него должно что-то быть на обмен. Соответственно, это может быть рассматривано только в плане общества. После того, как мы что-то произвели, у нас встает вопрос об охране произведенного. То есть мы произвели какие-то товары, продукты. Мы их должны охранять. Охранять от двух вещей. Первое – это от самой природы. Пришел медведь, съел наш мед, который мы собрали. Налетел ураган, затопил нашу табуретку, она расклеилась, развалилась. Это самая простая охрана. Более сложная охрана – это охрана соседних обществ. Если у нас, допустим, есть два племени, соседнее племя прибежало и все наши продукты отобрало. Соответственно, мы внутри племени это все защищаем от присвоения другим племеням. То есть у нас проблема частной собственности возникает. Если этот продукт произвело данное племя, это продукт его, частная собственность. Дальше, когда общество разделяется, допустим, при феодализме, там точно так же. Все, что произведено на этой земле этим обществом, это принадлежит феодалу, это его частная собственность. И он вынужден ее защищать от соседнего феодала, который может прийти и все это брать. Это же сохраняется, естественно, при капитализме, но при капитализме проще. У нас не надо ничего защищать, там стоять с вооруженными палками, дубинками или копьями, оборонять наши продукты. Для этого есть законодательства в капиталистическом обществе. Законы описывают права частной собственности на те или иные продукты, и государство стоит на защите этих прав собственности. Дальше. Само производство по себе, оно не в вакууме, оно нужно для чего-то, а нужно оно прежде всего для потребления. То есть, зачем нам что-то создавать для того, чтобы это потребить? Зачем нам делать табуретку? Только для того, чтобы на нее сесть. Ну или, как вариант, обменять ее на что-нибудь другое и потребить то, что оно ценно именно для нас. При этом само производство в себя включает процесс потребления. Если мы хотим что-то произвести, допустим, вот у нас есть отбойный молоток, мы хотим надолбить угля. Нам нужен отбойный молоток, это средство производства, это товар, который произвели при другом производстве. Отбойному молотку нужна такая вещь, как топливо, да, то есть он там от какого-нибудь дизель-генератора кормится, дизель-генератору нужен бензин, соответственно, тоже потребление топлива. Переходя к топливу, мы переходим к такому понятию сырье, да, для производства чего-либо нам нужно сырье. Если мы хотим что-то сделать, мы не можем это просто так сделать, не поглотив другого сырья. Вот в данном примере, да, у нас это топливо, это дизельное топливо. И последняя главная составляющая, да, чтобы все это производство и потребление шло, нужна такая вещь, как труд. Непосредственно должен быть человек, который, во-первых, берет, производит это, во-вторых, это же потребляет. Опять, мы в данном вопросе наблюдаем дилектический закон, да, что потребление у нас, с одной стороны, одновременно производство, а с другой стороны, это и потребление, прежде всего. Допустим, да, вот потребил человек какой-нибудь продукт. Ну, для примера, самое простое выберем, там, он съел килограмм хлеба. Это позволило ему, там, накопить силы. Во время накопления сил он может производить. Что он может человеку производить? Другого человека, да, то есть нажрался и на радостях пошел размножаться. Вот, произвел другого человека. То есть само потребление, в свою очередь, у нас тоже провоцирует производство. Мы потребляем не просто так, а для того, чтобы производить. Мы потребляем топливо, чтобы производить какие-то другие товары. Мы потребляем еду, чтобы производить людей. Мы потребляем ткань, чтобы производить одежду. Может быть, может быть. То есть, опять же, это диалектический закон, да, как раз тут самая единственная борьба противоположностей. Двойственность положения. То есть, с одной стороны, мы имеем производство, но оно порождает потребление. Потребление порождает производство. Они находятся в единстве, их нельзя разделить, одно без другого не существует. Но, с другой стороны, они противоположны, потому что для производства нужно потреблять, а для потребления нужно производство. Это как раз дилектическая категория еще очередная. Так, следующий вопрос, да, мы рассмотрели, что у нас есть производство, есть потребление. Еще одна категория дилектическая, момент потребления, да. Вот когда мы что-то потребляем непосредственно, момент потребления продукта, этот продукт становится товаром. И этот товар при этом уничтожается, да, то есть, мы вырастили хлеб, сделали булку, испекли. Когда мы его потребили, мы его уничтожили. То есть, цель вообще всего потребления и производства, это уничтожение того самого предмета природы, который мы присваиваем. В итоге, какой мы можем сделать из всего этого вывод? При потреб... Само по себе потребление создает потребность в продукте. Для чего, соответственно, требуется производство, которое производит этот продукт. Но производство, в свою очередь, опять же, требует потребления на те самые топлива, да, расходные материалы, сырье. А значит, соответственно, и создает потребность. И порождает тем самым потребление всех этих продуктов, которые были сделаны при производстве. То есть, опять у нас все это зациклилось, свелось в единство. Получается, что эти категории все, они у нас взаимосвязаны. Что потребление, что производство. Но это не значит, что их нельзя разделить, да. То есть, мы видим, что производство – это все-таки одно, а потребление – это другое. Испечь хлеб – это одна задача, потребить его – другая. Хотя они друг друга перетекают, друг друга создают и взаимоопределяют, но при этом мы их можем разделить. Это к вопросу, да, почему марксизм – наука. Он использует научный метод. Это как раз и есть научный метод того, как мы должны рассматривать все вещи и разделять их на категории отдельные. То есть, с одной стороны, классифицировать, разделять на мелкие, более части. С другой стороны, рассматривать в целом. Итак, что мы в итоге имеем? Что, с одной стороны, у нас производство порождает потребление, а с другой стороны, потребление порождает производство. И когда наши великие экономисты школы экономики, высшие школы экономики, говорят о том, что нам надо воспитать грамотных потребителей, они, мягко говоря, лукают. Чтобы был грамотный потребитель, должно быть грамотное производство. Да, а грамотное производство может появиться только, когда будет грамотный потребитель. Но, опять же, без производства потреблять ничего нельзя. Соответственно, когда будет запрос потребителя грамотного, да, мы можем сделать грамотного потребителя, но кто будет для него производить? Тонкий умный расчет был на том, что грамотный производитель из Китая, из-за того, что Маркс понимал еще 200 лет назад, наши экономисты не могут поднять до сих пор. И еще один важный момент из всего сказанного, из производства, да, и из потребления. Способ, сам способ производства и способ потребления, он формирует тип общества, так называемую экономическую формацию. А что это значит? Если у нас первобытный общийный коммунизм, общество, небольшое племя, само производит товары, само потребляет. Как только в этом обществе происходит разделение труда, и кто-то начинает управлять, кто-то работать, у нас это общество переходит в стадию феодализма или обладения, то есть более высокую. Чем оно обусловлено? То, что производство изменилось, не все производят одно и то же, идет разделение производства. И потребление идет тоже, соответственно, разделение, да, то есть вожь племени будет кушать лучше, чем те, кто там работает на полях. И таким нехитрым образом, когда мы приходим как раз к моменту, когда одни производят, другие потребляют, встает вопрос о распределении. То есть распределение продукта в данном обществе, в конкретном, в данной экономической формации. Поэтому определение, термин распределения, какое можно дать, да, вот у Маркса есть, что это прежде всего общественный закон, потому что распределять можно только в обществе. Если ты сам вырастил, сам потребил, это не распределение. А распределять, соответственно, можно только в обществе. Распределение идет к конкретному каждому индивиду, да, то есть кто-то производит, кто-то потребляет. Соответственно, это общественный закон по отношению к индивиду, то есть кто как будет в обществе получать. И, соответственно, если этот индивид занимает разное место в обществе, да, если это вождь, он потребляет больше, если он работник, он получает меньше, поэтому полностью у нас определение будет звучать следующим образом. Что распределение – это общественный закон по отношению к индивиду, обуславливающий его положение в производстве. С одной стороны, сложное определение, с другой стороны, достаточно легко и просто его можно разложить на простые составляющие. Грубо говоря, кто чем занят и кто сколько получает – это и есть закон. Закон распределяет, сколько будет получать феодал, сколько будет получать крестьянин. Что из них будет делать. Нельзя сказать, что да, феодал ничего не делает. Феодал занимается защитой крестьян. Он в свою часть труда вносит. Это определенное место в производстве. Возвращаясь к самому началу, да, продукт мало того, что надо произвести, надо его еще охранять. И крестьянин, соответственно, должен кормить своего феодала. Соответственно, он занимает другую стадию в производстве данного общества. И, соответственно, он получает другое количество при распределении. Замечу, что когда обязательная военность для тварян была поняла в России, вот тут как вариант начался уже. Да, начался переход как раз к следующей экономической формации, когда закон поменялся, распределение. Соответственно, началась эпоха капитализма. Еще какой вывод, с другой стороны, нам диалектика подсказывает, что распределяются не только продукты. Не только крестьянин вырастил пшено, побольше доставил феодалу, поменьше крестьянину. Но распределяется еще и сам труд. Кто-то занимается производством, кто-то управлением. Третье сословие ПП, они молятся на все это дело. То есть идет в том числе и разделение, распределение обязанностей по труду и производству. Да, рабочий создает продукты, но без инженера, который помогает ему, дает чертежи, дает тех заданий и все остальное, он ничего сделать не может. То есть, опять же, это все взаимосвязано. Когда у нас началась такая замечательная штука, как капитализм, стало более ясно. Но, в принципе, это было во всех формациях. Что закон распределения, как что делить между членами индивидами общества, он стал оформляться юридически. Когда мы приходим, устраиваемся на работу, капиталист говорит, я вам предоставляю рабочее место, а вы на меня столько-то времени работаете. Я вам за это столько-то платю. Это юридический документ. При капитализме это очевидно. Раньше, в средние века, было это более сложно. При рабовладении, вообще, было все устно, как правило, закреплено. Поэтому, изначально, до этого, которые были экономисты, они часто очень заблуждались и брали не совсем то. Маркс констатировал как раз, что при буржуазном обществе и производстве это наглядно видно. Закон распределения у нас оформлен в юридическом виде. Как только эти законы перестают соблюдаться, как у нас было с феодалами, а государство перестало быть способным заставлять общество эти законы соблюдать. Как только государство не смогло наших дворян, российских, отечественных, принуждать к военной службе, они, соответственно, не смогли эти законы соблюдать. Как только законы не перестали соблюдать, общество потихоньку начало переходить в другую стадию формы общества, то есть в другой способ производства. Появился новый класс, который заменил собой феодалов. Феодалы у нас не смогли закон соблюдать, соответственно, пришли новые классы, которые создали новый свой закон и стали соблюдать за соблюдением этого закона. Возвращаясь к нашему же примеру, временное правительство, когда свергло царя, установило буржуазные законы. Мы вот недавно как раз разбирали, временное правительство, например, такой буржуазный способ налогообложения вело, когда налоги берутся относительно достатка. То есть прогрессивная шоколад налогов. До этого при феодализме было все совсем наоборот. С помещиков налог никто не собирал, налоги собирали с крестьян. То есть крестьяне обеспечивали кормовую базу государству. И в другую сторону может быть процесс. Вот у нас есть ИГИЛ. Они пришли в буржуазное государство. Когда власти буржуазного государства, того же Ирака, допустим, были уничтожены и, соответственно, не смогли поддерживать свои буржуазные законы, ушел новый класс ИГИЛ, который взял и сформировал свои законы, согласно своего понимания, грубо говоря, средневекового, феодального. И они, соответственно, начали эти законы требовать соблюдения и стоять на их страхе. Соответственно, кто живет на территории подчиненной, запрещенной в организации ИГИЛ, они вынуждены подчиняться этим законам. Как только они не смогут уже эти законы контролировать, соответственно, произойдет смена общества. Следующий вопрос, вытекающий из всего перечисленного, когда у нас есть производство, есть общество и распределение товаров, у нас возникает вопрос обмена. Есть у нас отдельные индивидуумы в обществе, они занимаются обменом произведенного им товара, потому что каждый индивид в обществе занят своим распределением в цепочке производства. Кто-то делает табуретки, кто-то выращивает хлеб. Им надо обменяться. Соответственно, мы приходим к такому термину, как обмен. И процесс, откуда он берется вообще. Обмен – это момент. Момент – это опять категория дилектическая. Это момент между производством и распределением. То есть мы произвели товар, а чтобы его распределить между членами общества и индивидуумами, мы должны его обменять. То есть обмен существует только в момент совершения сделки, когда товар от производителя приходит к товару к потребителю. Какие ко всему к этому есть предпосылки? Первое – это то, что обмен не может существовать без разделения труда. Если мы все выращиваем в одной общине, грубо говоря, хлеб, хлеб на хлеб, менять смысла нет. Обмен происходит только тогда, когда есть разделение труда. Как только один выпекает хлеб, другой делает табуретки, они меняются. Пока крестьянин в общине крестьянской, в той же средневековой нашей, да, российской, мог сам делать себе и табуреты, хлеб выращивать, ему ничего не надо было. Поэтому форма общества была какая, у них просто брали из лички производства и изымали. Все. Как только произошло разделение труда, кто-то стал делать редкий хлеб, мы как раз приходим к обмену, и, соответственно, переходим к следующему общественной форме производства. Скачок идет в развитие общества. Соответственно, это же не просто идет обмен, да. Как только происходит вот это разделение труда в той же деревне, появляются кулаки. Как появляется? Случился неурожай, нужно зерно. Идешь, берешь в суду. Крестьянин другой тебе дает в суду зерно, ты его сеешь. В следующем году ты ему даешь то, что ты именем занял в зерно, плюс судный процент. Тогда процент был охренительный, вплоть до половины урожая. Соответственно, очень быстро такой крестьянин, который дает зерно кому-то в долг, он постепенно, очень быстро приходит к тому, что ему нет смысла самому вращать хлеб, его будут соседи кормить за долги. И, соответственно, он перестает быть крестьянином. Он становится фактически ростовщиком и занимается уже не производством непосредственно хрилья, а занимается, грубо говоря, банковским бизнесом на селе. Вот это вот разделение как раз и приводит к следующему моменту. Пока это была община, они производили все это дружно. Это был феодальный способ производства. А как только начался частное производство, то есть каждая дельность свое делает, и частное его обменивает, соответственно, у нас получается, что частный обмен порождает частное производство. И наоборот, частное производство каждые дельные вещи делает, он производит обмен. Выходим на рыночные отношения, грубо говоря. Есть еще третий важный тоже момент в обмене товарами. Это скорость обмена, то есть продолжительность момента, как долго мы его меняем. Для иллюстрации можно такой пример привести. Вот мы на каком-нибудь сайте Алибабе заказываем какой-нибудь товар, деньги мы платим сразу. А товар нам придет потом по почте. И, соответственно, у нас у всех начинается вопрос, а как наша почта России работает, как она досталась, я деньги заплатил, где мой товар. Это тоже очень важный момент. Он потом в будущем нам понадобится еще. Если мы, опять же, откатимся к нашему феодальному обществу. Вот сейчас у нас в обществе хорошо, у нас скорость обмена товарами очень быстрая. Мы через интернет купили, через интернет заплатили. Посылка прилетела самолетом буквально на следующий день. Раньше при том же феодализме скорость была обмена гораздо ниже. И отсюда происходило ряд проблем. Пока зерно от одного региона доедет в другой, там начнется город, голод, регион вымрет. И, опять же, такая проблема, как дефицит. То есть, опять же, сейчас купить товар по всему миру и довезти можно быстро. А раньше купить, довезти, это была большая проблема. Поэтому мог возникать дефицит. С каждым годом, благодаря развитию технологий, у нас все меньше и меньше таких проблем. Итак, какой можно из рассмотренного сделать вывод? Что обмен у нас идет от способа производства. То есть, какой у нас производство, такой у нас и обмен. Опять же, во главе всего перечисленного, у нас все-таки ключевое, самое основное остается, это производство товара. А распределение, обмен, это все производное производство. Но при этом оно все, опять же, едино. Мы не можем просто так производить и распределять товары, если у нас нет обмена внутри общества. Когда общество разделилось в такой стадии. То есть, опять же, у нас все сводится к единству. Оно все находится с одной стороны в единстве, а с другой стороны борются друг с другом. И последний, наверное, сегодня пункт из этой главы, из первой части. Это метод. Проанализировав всех предшественников, Маркс делает вывод, что вообще надо начинать рассмотрение производства. С метода производства, как у вас? Труда. Он берет труд, как основу всего производства, как самую простую категорию. То есть, мы не будем плясать от самого сложного, мы берем от самого простого. Самое простое, это та элементарная единица, которая у нас есть. Потому что все сложные, они сложные как раз из простых категорий. Почему труд? Наша отечественная поговорка, без труда не выловишь рыбки из труда. Вот в лесу стоит дерево. Оно замечательно, оно хорошее. Вопрос, сколько оно стоит? Пока оно не срублено, не обработано, не привезено, оно ничего не стоит. Можно, конечно, сказать, что оно потенциально имеет какую-то стоимость. Но если у нас нет труда, который может к этому дереву приложиться и быть изготовленным, соответственно, у нас это не товар, не продукт, не сырье, вообще ничто. Более простой и современный пример, да, есть у нас залежи нефти и угля, которые находятся на данном этапе очень глубоко. И технологических способов, рентабельных по добыче этой нефти и угля, нет. То есть, допустим, достать нефть с большой глубины мы просто не можем. У нас нет технологий по добыче этой нефти. Поэтому, да, вроде бы такая страна, как Венесуэла, имеет большой запас нефти, огромный, просто самый большой в мире. Но большинство этой нефти является тяжелой и залегает на очень больших глубинах. Достать ее на данном этапе производства практически невозможно. Поэтому Венесуэла очень бедная страна. У них запасы вроде бы есть потенциальные нефти, но на практике нефти у них нету, потому что они просто добыть не могут. Поэтому труд, из данных примеров, виден, что, да, если у нас мы не способны затратить труд для добычи этой нефти, соответственно, это не является ни товаром, ни производством, ничего. А она и Венесуэла не живет сейчас? Живет. Вот они могут и живут. Да, могут. Но она живет бедно. То есть устроить заклад для дела у Ашеки товарища Ярошаевна. Да, давайте это ставим пока на обсуждение. Да, я честно писал конспект у Маркса, это разжевано более подробно. Почему? Я про запасы нефти. Нефти там больше всего в мире. Но Россия пока живет лучше в Венесуэлле, хотя нефти у нее меньше. Потенциально, да, нефти много. Но это в потенциале. Пока мы не имеем способов и нужное количество труда для того, чтобы ее добыть, она ничего не стоит по факту. Ее можно, конечно, купить или не давать на 100 лет вперед, но никто не сказал, что через 100 лет форма производства не сменится, форма общества не сменится, и эта нефть уже тебе принадлежать не будет. Опять же, Маркс, когда писал свой труд, как раз настала эпоха капитализма. И именно в эту эпоху стало очень хорошо и заметно видно, что труд действительно стоит во главе всего производства. Именно при капитализме труд становится товаром. То есть труд начали покупать. Если при феодализме, при рабовладении, что у нас брали там и покупали рабов. Рабы это были средства производства. Это были не люди, за людей их не считались. При крепостном праве, опять же, возвращаясь к нашим дворянам, нельзя было просто так взять купить крестьянина, он сам по себе ничего не стоил. Крестьян покупали вместе с землей. Читаем «Мертвые души», там как раз есть. Соответственно, тогда действительно можно было сказать, что при рабовладении, там рабы, что это орудие, но, соответственно, главное в производстве – это наличие средств производства. При феодализме главная эта земля, вот там, не помню, как их звали, я на кого-то, по-моему, на пруду Маркс ссылается, что они считали, что все пляшет от земли, все растет у нас на земле, соответственно, это самое главное, что у нас есть цепочки производства. Но как только настала эпоха капитализма, как только труд стали покупать, способность к труду начали заключать те самые юридические законы о том, что работник продает свою способность к труду в определенное время, количество работодатель ему доставляет средства производства и забирает у него прибавочную стоимость, вот с этого момента у нас как раз становится ясно, что во главе всего стоит труд. Без труда нефть на глубине океана, где ее не достать ничего не стоит, дерево в лесу ничего не стоит, пока нет у нас возможности приложить к нему труду. Поэтому труд Маркс берет как самое главное и метод строит свой именно от труда. На этом первая глава заканчивается. Я предлагаю перейти к практической части и обсудить все, что было сказано.